Храм Святой Троицы Сергей Пеша входит уже много лет. Первым делом идет часовня Матроны Московской. На это у него особая причина. Я каждый день захожу и убираюсь, когда полы потираю. В храме Святой Троицы Сергей служит уже 24 года. Здесь он венчался и крестил дочь. Много лет назад у него заболел ребенок. У девочки началась тяжелая астма. Как говорит Сергей, врачи не могли помочь. Тогда у семьи осталась только одна надежда – обратиться к Богу. Доченька моя в присмерти была. Мы все объехали, кругом нигде не помогало. Я поехал на Таганку, там трудился два года. И это работало. И мне Матронушка помогла. Я дал обет Матронушке, что я буду трудиться. И девочка поправилась. С тех пор прошло почти четверть века. А Сергей все так же приходит в часовню и помогает по хозяйству. Сегодня для него особенный день. В храм приехал епископ Сергий Вапасадский и Дмитровский Фома. Он провел утреннюю службу. Божественная литургия – это главное церковное богослужение. Именно во время этого богослужения совершается таинство причастия, причащение святых христовых тайн. То есть самое главное таинство – церковь. То, которое заповедовал нам сам Спаситель. Богослужение состоит из трех частей. Вначале – проскомидия. Она совершается священнослужителями в алтаре. Затем – литургия оглашенных, о которой могут присутствовать все желающие. И самая главная часть – литургия верных. Это большое событие для нашего микрорайона. Соответственно, приезд владыки. Поэтому сегодня в этот храм пришло большое количество сходницев. Не только сходницев. Я знаю, что и схемок люди приехали на эту службу. Поэтому я, как человек верующий, также регулярно вместе с семьей хожу в церковь. Служба длилась больше двух часов. Но, как говорят прихожане, для них она прошла на одном дыхании. Редактор субтитров А.Семкин